40 лет без ремонта. Жители одного из домов на улице Некрасова последние три года активно пытаются добиться благоустройства своего двора. Возле дома глубокие ямы и когда идет дождь, жители уверяют, что к подъездам просто невозможно подойти. Кто ситуацию поможет исправить? У прокуроров спросила Екатерина Зубарева. Вот я живу, мои окна. И получается я 5 лет смотрю на эту прекрасную лужу. Разбитый двор давно стал головной болью жильцов дома номер 30 на улице Некрасова. За 37 лет существования его ни разу не ремонтировали. Чтобы добраться до своих подъездов, жители вынуждены идти по ямам и лужам. Мы болимся, что к нам дорогу сделали и до сих пор это все стоит по месту. Бороться за хороший асфальт, тротуары, бордюры люди начали еще 5 лет назад. Обращались в свою управляющую компанию, которая трижды сменилась за это время. И все, значит, отписки, что нету ваших средств. Куда они делись? Куда делись деньги, которые жильцы ежемесячно платят на содержание придомовой территории, коммунальщики не объяснили. Предложили людям сделать ремонт за свой счет. Если жители не согласны с тем или иным решением, которое они принимают, они могут обратиться как в жилищную инспекцию, то есть это в орган, который непосредственно осуществляет надзор за деятельностью управляющих организаций, компаний, а также в прокуратуру по месту расположения дома, в котором проживают заявители. Правда, с прокуратурой жильцы решили повременить. Для начала обратились в городскую администрацию с просьбой включить их двор в целевую программу. Но и тут неудача. В этом году на бюджетные деньги отремонтируют только 11 дворов. И все. Больше заявки принимать не будут. По крайней мере, до следующего года. Новые не формируются, потому что нет источника средств на новые работы. То есть программа не закрыта, работает. Как только появляется источник средств, мы возобновим работу. Но это, скорее всего, уже будет на будущий год. Возможности отремонтировать двор на свои деньги у жильцов нет. Большинство людей в доме – пенсионеры. Сейчас они решили отстаивать свои права и все же написать письмо в прокуратуру. Екатерина Зубарева, Дмитрий Житарчук и Дмитрий Подлевских. Бюро новостей Дайвича.